О том, что в городе осуществляется активно сбор помощи, вы знаете, вы об этом пишете, вы об этом рассказываете, но не так, наверное, активно, как хотелось бы нам. Очень многие люди не знают при всем желании оказать какую-то помощь и поддержке нашей армии, они не знают, куда идти, кому обращаться и самое главное, что делать, в чем есть нужда и где они могли бы применить свои силы, свое желание помочь, как реализовать свое желание помочь. И поэтому мы собрали вас, чтобы рассказать о том, каким образом в городе происходит движение помощи нашей армии. Прежде всего я хочу сказать, что это движение началось не вот сейчас, не недавно. Вы помните, когда начались события Крыма, Крыму, и помните события, произошедшие в нашей горке, как мы называем. Вот именно с тех дней началось наше сотрудничество с нашими военными, наша помощь, еще не такая масштабная, как сейчас. Мы подружились с разведротой, мы пытались собирать на Певорожском Мальдане средства и оказывали адресную помощь. То есть конкретно разведроте мы по их просьбе покупали то, что они нам заказывали. Ну, в размере, в тех размерах, которые средства мы собирали. И, в общем-то, активная фаза помощи армии началась с 15 июня, с Майдана, на котором мы собрались, чтобы почтить память погибших наших криворожан. То есть, когда горе, оно собирает людей, объединяет людей. И вот, собственно говоря, наша организация активно включилась в это движение с того момента. На Майдане тогда было собрано больше 8 тысяч, и вот все финансовые отчеты, которые вы сегодня получили, исходят от той даты с того момента получения денег. Но все это время, Константин расскажет, наши активисты ни дня не оставляли нашу танковую бригаду, осуществляли там ремонтные работы. Мы принимали участие непосредственно в покупке каких-то запчастей в помощи. Константин на этом остановится. Итак, что же мы, как мы помогаем? Помощь армии в чем заключается? Вы знаете, что в армии сейчас более тысячи криворожан. Если быть точным, то это 1101 по последним нашим данным. Но, как оказывается, появляется еще информация, что где-то на каких-то блокпостах, даже по той информации, которая у нас есть, сколько криворожан в каких бригадах служит, даже у нас появляется информация, что по несколько человек, еще не учтенных, так сказать, криворожан, где-то находятся. Когда мы получаем информацию, что необходимо конкретной части, конкретной бригаде, Сергей Победняк, на котором, в общем-то, львиная доля всей работы на него приходится, он, прежде всего, связывается с руководством этой части, либо бригады, с командирами, с начальниками, с заместителями штаба, узнает необходимое. Что необходимо? Хочу сразу сказать, мы не покупаем продукты чистящие, моющие, мы не тратим на это салфетки, влажные, хотя это необходимо. Все это приносят люди. Все это приносят люди в достаточном количестве. Мы тратим деньги исключительно на закупку спецснаряжения. Здесь мы представили образцы того, что на данный момент имеется у нас, и то, что мы готовим сейчас к отправке в 93-ю бригаду. В нашей деятельности нами закуплено уже более 40 раций. Закуплены бинокли, это то, что мы отправляли. И много другого снаряжения, возможно, я не все вспомню. Мы даже на 17-ю танку, Олег, на 17-ю, да, генератор покупали, оставляли, Олег-8 возил туда генератор. Вакулич, ей 83 года. Она пришла в 101-й кабинет горосполковной, где у нас сейчас находятся приемные рады Майдана, и принесла 2000 гривен, отложенные на смерть. Когда мы пытались ее уговорить, бабушка, не надо, мы есть полно молодых, здоровых мужчин, женщин, мы соберем эти деньги. Говорит, нет, я откладывала на беду, на всякий случай, когда беда наступит. Беда пришла. Я ей пообещала, когда закончится война, мы обязательно с волонтерами, мы не забудем ее. Она сказала, дети, занимайтесь своими делами, у меня хорошие сыновья, они меня не бросают. Вот, наверное, вот такой маленький эпизод можно назвать подвигом. Там солдаты наши умирают, а обычные граждане вот такими своими поступками совершают подвиг здесь, непосредственно в городе. Ну, это вот такое немножко лирическое отступление. Вообще, я хотела бы отметить фирму Поли Оли Пиндастри, которая принесла наличкой 10 тысяч гривен, на которой была закуплена наша первая партия раций. Я хотела бы отметить предпринимателя, который здесь представлены флаги. Он шьет непосредственно за свои деньги, не беря из нашего фонда флаги. Уже отправлен в 40-й батальон, 40 флагов. Сегодня уже лежит 20 у нас в магазине, которые мы на 93-й будем отправлять. И на завтра будет еще 16 готовых. То есть он какое обязательство взял? Сколько флагов? Тысячу штук. Тысячу штук украинских флагов и швейцев. Чтобы Украина в Донбасс вернулась. Вот сегодня мы должны были ехать их пробовать обстреливать. Не получилось. Сейчас нам обещают на вторник, что они будут, эти бронежилеты. В любом случае, если во вторник не будет, мы будем покупать дорогие, сейчас это просто очень удобная цена, тысяча гривен стоимость одного бронежилета. Бронежилеты опробованы. И мы, тем не менее, хотели бы провести такое опробование еще в присутствии журналистов заснять, чтобы не сомневались, что за такие деньги можно надежно защитить наших солдат. Тем не менее, это так. Стоимость такого бронежилета тысяча гривен. Если во вторник все-таки поставки этой не будет, следующие нам придется покупать более дорогие. Но мы обещали Приворожендустрою доставить их, но мы доставили. Хочу поблагодарить нашего активиста, активиста Майдана Альберта. Он позвонил нам и сказал, Ирина Альберна, мне позвонили знакомые, в славянском маленький городок. Там более 30 тысяч беженцев. У них нет еды. Он сам на своей машине говорит, я собрал чуть-чуть, помогите. Мы собрали все, что у нас есть, загрузили его. Сам человек поехал, беженцам отвез еду. Я хочу рассказать о молодой семье, которые неоднократно приезжают в магазин к Сергею на иномарке и постоянно привозят паками продукты, привозят деньги. Я хочу... Наверное, очень много приходит пенсионеров. Люди, которые прожили жизнь, знают, что такое горе, что такое беда. Их особенно много. И они несут по 100, по 200, по 300 гривен от своих пенсий. Спасибо огромное всем. Завтра, наверное, мы выйдем в расположение 93-го батальона, бригады. Они ждут рации. Для них закуплено 16 раций. Активные люди принесли антенны для этих раций, для того, чтобы усилить радиус действия этих раций. Рации нужны очень сильно. И не дождавшись бронежилета, мы вынуждены будем, наверное, поехать отвезти, а потом еще раз бронежилетами. Закуплена партия наколенников, 40 комплектов. Я хочу, чтобы вы понимали цены. Мы ищем, вот Сергей занимается тем, что он обзванивает все возможные места поставок, находит самое дешевое. И если нет еще дешевле, конечно, сверяем по качеству, то именно там мы и покупаем. Костя, я прошу показать Балаклава, вот лежит Балаклава. Стоимость такой Балаклавы, которую уже опробовали ребята и дали добро, 15 гривен. По сравнению с тем, что покупают, по 60, по 80, есть разница, да. И нами уже закуплено 400 Балаклав, и вот в том числе мы идем на коленнике 65 гривен. Карематы, оптовая цена 50 гривен, тоже достаточно приемлемая цена, хотя было предприятие, которое привезло нам большой рулон каремата, перчатки, да. А, на коленнике 45, да. Вот такие цены, которые... Разгрузка. Костя, расскажи, пожалуйста, о том, как вы шьете разгрузки и о стоимости ее, о случае стоимости операции. Разгрузки. Добрый день. Разгрузки, как вы шьет, ну, на нем заказа, небольшая часть, это... Стоимость разгрузки выходит 162 гривен. И большая часть это шьет по заказу Александра Кремновского, если не ошибаюсь, он больше 60 уже штук. Первая поставка была 62, мы... Это оплачено, мы уже ее отправили по разным частям, да. Вот ближайшая... Сегодня поступила информация, готова 20 пулеметных и 22 автоматных, но они просят на 17-ю вам отдать. Я попросила 12 штук только на демонстрите, остальное вам. Пожалуйста, представьте ту продукцию, которую сегодня... Ну, разгрузка, вот, наверное, сами организовались и сами шьем. То есть ее себестоимость выходит 160 гривен. Это для... Это автоматная разгрузка. Я хочу рассказать более подробно. Первый экземпляр произведенной разгрузки был отправлен нашим военным, они в них работали. Подходит такое слово для вас? Да, воевали. И сделали... А, ну, может быть, валили тогда. Да, было так. Приезжал, и вы приезжали, да, и сады, Андрей Григорьевич, подъезжали, и они примеряли. Действительно, вот этих автоматных разгрузок надо очень много, потому что они есть у каждого солдата. Есть там несколько должностей солдатов-пулеметчиков, им они малы, там, в магазины чуть больше. Поэтому пришлось потом их немножко усовершенствовать и сделать еще и пулеметные. Потому что передали в лагерь, они оказались однотипные, все автоматные. Надо было чуть-чуть сделать побольше, чтобы пулеметные. Сделали пулеметные, передали. Теперь там оттуда звонят наши военнослужащие. Очень большое благодарность, говорят, и спасибо за то, что действительно именно то, что надо получилось. И такая еще маленькая деталь, когда кармашки под гранаты были сделаны, и тоже по желанию бойцов их изменили, их наклон этого кармана. Казалось бы, мелочь, но удобство вытягивания ее вверх, либо вот так, да. Маленькая деталь, но она делает, наверное, действия солдата более свободными, более быстрыми, что, возможно, в какие-то моменты может спасти невозможно. Костя молчит, еще ребята активно, и на участие не может... Я, у меня просто целый список, меня попросили озвучить, я не знаю, там... Вы можете озвучить список. Можно, да? Это список электрики. Сашалин Валерий, это ведущий инженер, МКР. Саенко Александр, электромонтер. Трофименко Игорь. Тоже МКР, слесарь... Слесарь монтёр, электрослесарь монтёр. Голик Александр, СПЦ. Коваля Лех, слесарь электрик. Бондаренко Вадим, помощник машиниста. Коменко Кирилл, автосервис. Он сейчас уже в армии, в 40-м батальоне. Механики. Мищук Виктор, машинист МКР. Гущенко Иван, инженер. Чайка Александр, машинист бульдозера. Хуц Андрей. Тоже МКР, да. Шлопак Николай. Пончук Валерий, водитель ГТС. Мацур, Виктор. Беляев, Андрей. Это два водителя МКР. Гринько, Михаил. Слесарь ГТС МКР. Усач Валерий. Токарь ГТС МКР. Колесник, Владимир. Водитель ГТС МКР. Свистунов, Николай. Это одни из самых активных, кто помогали военночасти. Это электрики и механики. То есть там людей работало намного больше, но многие работали просто там, как бы один день работали, два дня. То есть этих мы людей не перечисляли. Это самое активное, кто помогал в военной части нашей. И еще есть как бы список фирм небольшой. И список людей тоже, которые помогали. Фирма с ограниченной ответственностью КВНШ+. Директор, учитель Сергей. Опять же, завод МКР. Хараман Анатолий. Они принимали активное участие в изготовлении патрухов. Потом оказали содействие. Мишель Приве, это МКР, директор горного департамента. Кузьменко Александр, главный геолог. Кузьменко Станислав, начальник смены МКР. Кимчук Сергей, начальник горного цеха МКР. Бескровный Валерий, главный энергетик ГТЦ МКР. Лешенко Константин, машинистка-экспаватора. Горис Клавец, Виталий, оператор ЭВМ. И Лешенко Александр. Еще отдельно меня попросили озвучить. Имя Безинарская Катерина. Каина, вернее. Эта ученица 4-го Б-класса, я не знаю, откуда она услышала, она тоже услышала, что помогаем военным, она принесла 500 гривен. Она собирала на велосипед. Ну, тоже ее там отговаривали. Ну, сказала, в общем, что будет помогать армии. Эти деньги пошли на реактивные дивизионы. Эта девочка проживает по улице Пехотная. Учится в 4-м Б-классе. А школа? У школы не указали. Я не готов сейчас сказать. Ну, еще, что хотел добавить, как бы наш куратор, можно так сказать, организатор, это Садила Андрей. Его номер 096 58 77 142. То есть, если есть люди, у кого есть желание еще помочь, то есть, работы, я так понимаю, еще очень много, в основном там восстанавливают технику. То есть, это электрики, механики нужны. Если есть у кого-то желание, то звонят по этому контактному номеру, обращаются. Милости просим. Я хотела бы добавить по расчетам Андрея Садыла, он должен был быть на пресс-конференции, он работает, или не отпустили с работы. Я хотела бы обратить ваше внимание, что все, кто работал по ремонту техники, они все работают на каких-то предприятиях. Это люди, которые помогали в ремонте техники, в свободное отработное время. И по расчетам Андрея, было отработано 350, примерно 350 человек в день на ремонте техники. В начале марта бригада была приведена в высшую степень готовности, полную. С этого момента началось интенсивное, скажем так, приведение вооружения и техники в боевую готовность. И необходимо было столкнулись очень много с рядом проблем, которые связаны с материально-техническим обеспечением. Потому что так как было, вы знаете, низкое финансирование и низкое обеспечение вооруженных сил до этого, и более наша бригада выполняла в основном такие функции, которые выявились, мы были не готовы к этим мероприятиям, которые стали нам приводить сейчас, в данный момент. И надо было все это дело в очень сжатые сроки восстанавливать технику. Мы обращались ко всем, и всегда говорили, и кто приезжал на КПП, мы всегда просили только одного. В основном это трудоемкие работы, и работы, связанные с восстановлением техники, это очень, скажем так, в финансовом плане тяжелые работы, потому что дорогостоящие, ремонтные. И мы начали с того, что, во-первых, аккумуляторных батарей у нас было очень много, порядка 600 штук, надо было их приводить в рабочее состояние. Когда начали приводить в рабочее состояние, оказалось, что той воды дистиллированной, и того не хватает, опять же обратились к городу, Крыжов Александр Владимирович сразу же тогда нам экстренно помог, мы порядка за неделю, порядка 5 тонн воды было привезено со всех, собрано со всех, в генеральном штабе. Оно отметило, что мы справились с этой задачей, экстренно привели аккумуляторные батареи. Вы знаете, это сердце машины, без нее она никуда вообще не поедет и не заведется. Вот, привели аккумуляторные батареи, надо было дальше технику проверять, если выявлялись какие-то неисправности, надо было ее ремонтировать. Тут же уже пошел, как говорится, второй этап подготовки, это надо было восстанавливать, устранять технические неисправности. И здесь вот, как уже многие сказали, что да, действительно, очень много патриотов и специалистов, которые имеют отношение к технике, к нам присоединилось с города. И я хотел бы только им тоже сказать слово благодарности и назвать эти фамилии. Вот сидит в зале и Назар, вот сидит и Александр, сидит Амельченко, и Олег Петрович. Только всегда звонили, спрашивали и просили, сейчас звони нам в любое время, в суток мы тебе поможем. Другие, которые хочу вспомнить, это и Садыла Андрей Григорьевич, который тоже очень даже так, еще иногда с напористостью такой, что не у каждого военного она такая есть. Когда начали восстанавливать и экстренно передавать эту технику в наш батальон, который сейчас несет службу на востоке Украины, там в связи с тем, что людей мало и круг задач ограничен, и техника из-за того, что она уже по годам, как говорится, старая, надо ее обслуживать, то же самое экстренно, когда мы туда выдвигались, очень много бросилось специалистов, и в этот момент нам они помогали. И хотел бы сказать, что действительно такие ремонтники, электрики, мотористы, которые вот назвал Костя, вот, они как делали? Если, ну мы сразу сказали, как бы, денежная помощь, хорошо, да, но мы денежную помощь не хотим и брать, и не хотим накапливать ее на щитах части, нам ее тяжело тоже осваивать. Нам надо простая людская помощь вот в ремонте машин. Вот, поэтому и командиром бригады, и мной, так как я за, так как должностное лицо отвечаю за исправность вооружения техники, нами было простое решение, принято и доведено до всех, что не надо деньги нам сюда везти, давайте просто берите машины, если можно, потому что у нас здесь части, пока вы выйдете, зайдете, может нету того инструмента, нас всех мы не можем дать, берите и на предприятие города, восстанавливайте. Вот даже в данный момент сейчас находятся в Лозоватке, две единицы техники находятся, и вот Александр Мельченко нам помогает. Вот, затем отец Юрий то же самое, вот берет на себя несколько, ну вообще даже и солдаты удивляются, офицерский состав, вроде бы отец святой, священник, но занимается такими хозяйственными делами, как восстановление техники. Приезжает, берет проблемные машины, которые, грубо говоря, мы уже будем, ну только ремонтный завод может в войсковых условиях своих части, нам очень тяжело его восстановить. Он самый проблемный, берет образец техники, забирает на предприятие, там оно восстанавливается, машина заезжает как новая, и дальше мы можем ее эксплуатировать, и она же действительно готова и исправна, и мы дальше ей пользуемся, и стараемся отправить ее туда, лучшую технику, которую восстановили, мы стараемся отправлять именно на восток Украины, где наше сейчас криворожане там находятся. Хотел бы поэтому попросить, что нам такое сотрудничество очень важно, мы готовы как бы со своей стороны всячески благодарить, чем мы можем, как мы можем участвовать в этом деле, ну и чтобы это сотрудничество продолжалось, и чтобы люди действительно помогали. Спасибо большое. Я хотела бы обратить ваше внимание, что вот на примерах, на этих примерах, кто-то что-то принес, кто-то что-то сделал, каждый путь чуть-чуть, но все вместе, кто-то поехал отвез, а кто-то принес, а все вместе это и складывается вот в то, что мы называем помощь нашей армии, ибо те, кто собирает, были бы, не могли бы полностью, допустим, есть люди, которые возят, есть люди, которые собирают, есть люди, которые ремонтируют, и только вместе получается реальная настоящая помощь армии. Мне бы хотелось бы, чтобы вот именно это было донесено, каждый может сделать то, что он может, и это будет востребовано. Давайте, да. Пожалуйста, ваше вопрос. Можно вопрос? Не могли бы вы сказать, если, конечно, это возможно, общую химию, помощь армии, за сколько это времени оказала вся ваша группа, скажем так. И у меня вопрос к представителю танковой прибавли. Там сегодня у вас идет ремонт по восстановлению Казар, у нее там курирует городская власть, собирая деньги с предпринимателей. Но, насколько мы знаем, там большие у вас проблемы с котельной. То есть она там в таком или полуразрушенном состоянии, или вот-вот взорвется. То есть не могли бы вы прояснить этот вопрос, настолько ли там проблема вот с этой котельной, и могли бы каким-то образом, я не знаю, волонтеры, или местные власти, или кто каким-то образом помочь. Опять-таки я вот такая с 15 июня через нашу группу волонтерскую прошло более 92 тысяч гривен. Опять-таки я повторяю, что на эти деньги покупалось только снаряжение. На данный момент практически все они освоены, лежит определенная сумма на те конкретные бронежилеты, 10 штук, 14 штук, которые у нас заказаны, которые мы ожидаем. Вот на них деньги отложены, все остальное освоено. То есть фактически все 92 тысячи. В финансовых отчетах вы можете посмотреть. Причем деньги поступают как наличными, их приносят в 101 кабинет, это общественная приемная рада Майдана. Стоит коробочка в магазине «Дэн», куда можно привозить любую волонтерскую помощь, в том числе деньги. Деньги можно перечислять на карту. Есть карта Рады Майдана, оформленная на Фомицкого Владимира, и первые деньги мы просили туда перечислять, но что-то пока, вы знаете, Владимир в армии, что-то с его картой не так, деньги, нет возможности их снимать. Что там, ему надо приезжать, разбираться. Поэтому я предложила свою карту. Мне проще вести учет таким образом и проще контролировать эти деньги. Мы указываем мою карту. И так как у общественной организации, которую я возглавляю, Громадская рада Криворижья, эта организация не является юридическим лицом, мы зарегистрированы методом, путем уведомления, не являемся юридическим лицом, у нас нет расчетного счета. Я предоставила свой предпринимательский расчетный счет. Я надеюсь, очень надеюсь, что у меня потом не возникнут проблемы с налогами. А карта вот эта ваша Кузьменко, да? Нет, 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 моя карта конкретно Турок. Кузьменко это отдельно. Мы как бы тоже собирали. Больше карты никаких не указанных по лицам? Пожалуйста, Наташа, следующий листик, вот второй, вот отдельно, смотрите, приход денег. И здесь я показываю по дням. Вот сейчас, на данный момент, пришли активисты тоже и попросили письма по предприятиям. Сами взяли на себя обязанность, причем незнакомые нам люди, а не потому, что пришли к Сергею в магазин. Мы напечатали от организации письмо с просьбой, если есть желание перечислять, на мой предпринимательский счет. И такие письма разнесены по городу в 20 организаций крупных, ну, 25 уже, но пока ответов нет. То есть можно любая форма перечисления денег, мы будем потом придумывать, как это. Просто, я прошу прощения, я хочу акцентировать на этом внимание. Есть фонд, да, безусловно, он есть. Вы имеете в виду фонд Колесника? Да, да, есть фонд, можно туда перечитать. Но мы более оперативны и более активны. Я вам рассказывала, мы практически, поступая деньги, 2-3 дня мы находим минимальную стоимость и тут же закупаем, тут же отправляем небольшими партиями. Может быть, так... А они как долго, дольше, долго собирают? Я не знаю, Наташа, как работает фонд, потому что у меня, я не знаю, может, у вас есть информация о поступлениях и отратах из этого фонда. У меня такой информации. Я напоминаю о том, что регламент у нас тут и держат. А котельные, давайте перейдем, да, ко второй части вопроса. Спасибо за вопрос, что, да, действительно, с котельной есть проблемы. Насколько у меня информация, так как это немножко не мой, это самое, но так как я в части нахожусь, я могу, да, действительно сказать, что по котельне есть проблемы. Вот, когда заканчивался отопительный сезон, там были произведены некоторые ремонтные работы, и она как бы, ну, ее срок службы увеличился. Вот, как сейчас будет, я, видите, сейчас все заняты, все, как говорится, как для фронта, для победы, все заняты тем, что надо сейчас страну спасать, и спасать свою территорию, как бы еще пока не дошли до этой котельной. Да, есть проблема из котельни, действительно, я ее не сглаживаю, она действительно, наверное, есть и существует до сих пор. Когда начнется отопительный сезон, там будет время на подготовку, я думаю, и командир бригады, и мы возьмемся, и тоже эту проблему высветим, и, как бы, может быть, там помогут и люди, и, может, как-то городская власть поможет, чтобы мы эту проблему решили. Потому что сейчас, действительно, самое главное, это боевая готовность техники, вооружения, то, которое могло бы, действительно, сегодня спасать восток Украины. То, что казармы начали, именно с казармы, то, действительно, это лицо, где проживают солдаты, и сейчас вот ожидается призыв. В этом году призыв, если пока указа президента нет, но если будет призыв в этом году, то будет... Осенний, имею в виду. Да, осенний, имею в виду. То будет около 700 человек только призвано в нашу именно часть. Так, по такой предварительной информации. Поэтому 700 человек надо где-то размещать. Казарма у нас, действительно, находилась в таком состоянии, я скажу, что не очень, как бы, кто был, тот видел, что ему хотелось уже давно, он кричал этот ремонт. Вот, это, действительно, кричащая проблема была. Мы рады всем и благодарны, что все откликаются сейчас на эту проблему. И, действительно, сроки, которые поставлены там до сентября месяца, там, действительно, реально ремонтировать, а потом можно перейти и взяться уже и закатить. Доля подпаленных танков, во-первых, идет расследование, военная прокуратура проводит до сих пор еще расследование, вот, и те, что танки, безвозвратные втраты они понесли, значит, это 6 единиц техники. Они, действительно, бесповоротные, и они уже, ну, в строй не будут поставлены. Они не предлагают виднованию никак. Значит, сейчас находится акт у командующего высокопутных войск на утверждение о том, что, где мы, комиссия, которая приезжала к нам, она ему предложила эти танки, значит, пока переместить временно на другую территорию, что мы сделали тоже, кстати, с помощью города. Кран надо было больше грузный, у нас такого крана в части нет. Там надо было порядка 50-тонного крана, вот, мы обращались, нам всего помог, предприятие. Вот, мы этот кран нашли, переместили на другую территорию, там, чтобы уже расчистить и проводить другие, получать машины. А эти танки, они в любом случае не имеют уже этого смысла жизни своего. Они будут списаны, как по инспекторскому свидетельству, там порядок списания определяет, там, комиссия, Министерство обороны, которые приедет, еще будут описывать. И после этого будет поставлен там, взят на учет этот металлолом, и он уже будет, они уже будут чиститься, как металлолом. Единственное, что мы с той техникой, которую видим и предлагаем, там есть дорогостоящие, скажем так, детали, которые будут использоваться еще на другие, на восстановление другой техники, которая еще исправна и готова к применению. Вы написали довольно подробно, кто Вам способствует Вашей деятельности, помогает, оказывает помощь. А есть ли кто-то, кто Вам препятствует, мешает? Чтобы просочились такие случаи, чтобы все-таки есть такие лица или организации? Прежде всего, давайте начнем с того, что мешает вообще движению помощи и, может быть, рождает недоверие людей. Вы знаете, очень много людей, которые ходят с коробочками по городу и собирают фонтарь. Мне бы хотелось, чтобы, наверное, пресса как бы припостерегла людей от этого. У меня нет информации, что общественные организации, вот их волонтеры ходят с коробочками по городу. Возможно, у Вас есть информация. У нас нет. Скорее всего, это мошенничество. То есть было бы надежнее, если бы люди знали, что это можно приносить либо в офисы штабов, либо в офисы, либо в ступевый кабинет, либо к нам в магазин ЭДЭП. По этому поводу мною Громадская Рада Криворечья подала на имя прихожанного прокурора города заявление о том, что собираются, в частности здесь о том, что с предпринимателей города собираются фонд помощи армии и деньги. А вот куда они, в какой именно фонд они попадают и как они используются, это покрыто тайной. Мы, я знаю, что сегодня мне звонила уже Саксаганская прокуратура, уже это направлено в районные прокуратуры, чтобы это рассматривалось. И я хочу воспользоваться случаем, обратиться ко всем, кто столкнулся с этим, потому что нам звонили и учителя школ, что с них собирают деньги и предприниматели. Пожалуйста, обратитесь к нам, либо обратитесь к своей районной прокуратуре. Не знаю, по каким причинам, но недовольны той деятельностью, которую мы ведем. Практически недавно, как это было, 5-го числа, 5-го числа, в магазин, в магазин, 5-го июля, да, в магазин к Сергею вечером, уже в конце рабочего дня, пришли молодые люди, активисты, общественные организации, кроторежима диктатуры, и устроили провокацию, которая закончилась вызовом милиции и подачей заявлений Сергея и меня в прокуратуру и в милицию по оскорблению и поломке видеокамеры, краже видеокарточки. Это Демидов Максим Кравченко Антон. Лично я, с моей точки зрения, лично меня оскорбляли. Прежде всего нас обвиняли в воровстве и в том, что мы, да, что-то там с этой помощью имеем. Это не приятная история. Пусть разбирается милиция. На каких основаниях они сделали, как я выводу. Потому что не сами выводы. Что касается Кравченко Максима, вот я представляю громадскую организацию из прияния с бронем силом Украины, по национальной гвардии Украины. Вот именно Кравченко Максим взял у нас на реализацию 10 флагов и упер. Было сказано, что мне принесли мою зиму коробку. Как бы коробки, которые были индивидуальны, никогда не скрывались и не собирались скрываться. Была принесена, как бы через скотч, было видно, что там бинты. Мне сказали, что здесь был Демидрол, это расстроящий энергетический аппарат, препарат. Я эту коробку не скрывал, отправил ее в 93-й. Это капитан Тёп Анатолий, который числится в 93-й бригаде. Врачом тылу. Ликарь тылу. Они же, опять же, я же сразу не набрал, говорю, Анатолий, так и так. Была такая коробка, да, была? Что там было? Там были, так, ну, незначительные там бинты, вата и какие-то шприцы. Ну, как бы, опять вопрос становится к этим людям, которые принесли эту коробку. В этих всех списках, которые я собираю по батальонам и бригадам, ни разу никто не упомянул о том, что нужны медицинские препараты, или там бинты. Ну, как бы, ни разу это не было упомянуто. Тем более, опять же, вопрос, откуда у них? Димитрол, раз стоящий, которые не продают. Это неважно. Дело в том, что, когда к нам приносят деньги либо вещи, люди просят. У нас был случай, когда школа принесла деньги. Они попросили акт приемной передачи. Мы такой акт выписали. То есть, если бы люди, принося какую-то помощь, причем, если бы коробки запечатаны, мы их не распечатываем, просили акт приемной передачи, это бы при них скрывалось и переписывалось, акт бы предоставлялся. Если они не просят, я сразу хочу на этом настаивать. Если мы будем переписывать все, что приносят люди, нам надо сажать в магазины, в 101 кабинет специальных людей, которые только этим будут заниматься, вести учет. Я, возможно, против этого. Кто не доверяет, пусть не несут. Поэтому, я считаю, это просто повод для создания конфликтной ситуации. Скажите, а зачем и может быть необходимо создать таких конфликтной ситуации? Назар, наверное, лучше умеет спросить. Я не знаю, для чего. Как минимум, один из этих, из названных вами молодых людей входит в штаб Николая Колесники. Вы обращались, или нет Николая Колесники для разрешения в штабе. Я думаю, что с этой ситуацией разберется милиция, прокуратура. Это несущественно. Со штабом мы сотрудничаем только в плане, когда отгрузка они организовывают, они 40-й батальон курируют. Мы собираем, мы загружаем те машины, которые штаб отправляет. У нас со штабом сотрудничество есть. А скажите, пожалуйста, какая часть из того, что отправляется, собирается вам? Больше, меньше? Нет, не так тяжело сказать. Конечно, но несколько тонн мы грузим в машине. То есть, бусик, первая выходка, мы полный бус перевозили, казаки грузили из магазина. У нас достаточно много и специального снаряжения, и того, что несут волонтеры. То есть, Николай Корейсник, по сути, в том числе и то, что собираете вы? Конечно, конечно. И мы много собираем. Наша волонтерская группа собирает очень много. Давайте перейдем к следующему вопросу. Пожалуйста. В чем нуждаются? И насколько процент обеспеченности? Я же понимаю, вы снабжаете всех криворожан, которых вы с уныли найти под разделением, правильно? Или какой-то отдельный там в этом форме? Нет, всех. Готовится сейчас поездка на 93. У нас конкретно список. Что надо? Это вот последнее, что надо. Три часа назад созвонились. То, что там проволок, провод медный, удлинитель, изолента. А есть список, вот самое главное, что им сейчас уедет, это 16 раз. Это то, что им очень надо. С антеннами, да. И разгрузки мы повезем. 42 батальон. Вот перечень всего. Мы отдельно разбиваем, что необходимо, что люди могут принести, и специальное снаряжение, которое мы покупаем. Конечно же, в том количестве, которое заявляют, мы не можем. Мы берем всего понемножку отправляем. Следующий батальон, допустим, грузится там на 40-й. Мы берем список, что туда надо, и покупаем понемножку порционно. Сколько человек там приворожено? В каком имени? Ну, вообще, сказали. 1101, я думаю, что вот к нам обратился один волонтер, тоже он ехал туда, и по дороге, проезжая блокпост, какой бы там ни скажу, он встретился с приворожанами, которые, вот я так поняла, я об этом говорила, в нашем учете нет. То есть 30-й. Да. Ну вот насколько их уже обеспечили, вот хотя бы взять эту тысячу приворожан, вот если, конечно, если можно, так сказать, процентом соотношение, потому что когда они туда шли, у них ничего не было, ни бронежилета, ничего, вот что есть сейчас, и чего не достает. По нашей информации, на блокпостах бронежилетами обеспечены все. Те, кто выходит в дежурь на блокпостах, они обеспечены всем. Нужна очень техника более профессиональная, это тепловизоры, бинокли ночного видения, то, что дорогостоящее, и то, что мы и хотели бы, но вроде хочется 30 ребятам купить разгрузку, чем один, ну, хотя бы в будущем, по крайней мере, называть конкретные, если тепловизор, то конкретная марка, если бинокль, конкретная марка, объясняю, почему. В сетях я предложил тепловизор за 5,5 тысяч гривен, то есть меня сразу, через буквально, Андрей Мизан сказал, не предлагайте такого, потому что по техническим характеристикам оно не подходит и оно уже опробовано. Я предлагаю, в общем-то, если говорить, что тепловизор, то конкретной марки, старт идет от 28 тысяч, ну, может, кто-то меня поправит. Да, опять же, дальномеры, опять же, выбор большой, какие? В Белоруссии. В общем-то, ребята, вот 42-я бригада говорит, нам то, что мерят до 1000 метров. Ребята из-под Донецка говорят, ну, это нам мало. Ну, такие вот вопросы. Ирина Львовна, а скажите, пожалуйста, разве наш город только способен производить разгрузки? Ну, я взял... Я думаю, наш город, если его взять в заголи, способен производить все, что хочешь. Но для этого, наверное, прежде всего, нужна политическая воля руководства города. Я имел в виду даже не это. Такой ажиодаж был по Берцам. Позицию швейной фабрики или, по крайней мере, того разграбления, которое там осталось. Вы не знаете? Нет. Я думаю, это не тема, да, не тема нашей пресс-конференции. А Берцы действительно нужны, и мы нашли завод-производитель, который на котором можно закупать эти Берцы по нормальному... Есть заводы, есть фабрики, которые специализируются на Берца. Ну, как бы начинать... Нужны средства. Нужны средства. Только денег. Вот. Я бы попросила, время заканчиваться. У меня есть очень важное сообщение, которое я обещала сделать, если позволить. 1 июля в помещении исполкома произошел скандал, инцидент, драка, да, вы помните, что один из активистов Майдана, Крыжов Валерий Владимирович, был избит. Он пришел в госполком с его слов, как я поняла, поставленные машины оказались металлоломом. И он назвал, что эти машины неисправные для армии поставил ЦУГОК. В своем интервью, которое я давала на видеокамеру, которую мы потом разместили в сети интернет, в социальных сетях, я назвала, что машины поставлены заводом ЦУГОК. ЦУГОК. Со мной связался директор завода и сказал, что это не их машина. То, что они поставили работают в зоне боевых действий и нареканий на их технику нет. Я пообещала принести свои извинения работникам ЦУГОКа, руководству ЦУГОКа и сказать, нет, я, наверное, сейчас не беру сиковой чеки были машины у господина Гальченко можно точно узнать, кто поставил неисправные машины, которые послужили источником вот этого конфликта, этой драки. Павел Евгеньевич, приношу вам извинения и надеюсь, что вы будете продолжать помогать машинам. сообща в одном формате и представляете сейчас всех или каждый делает это своё? Вы знаете, не получилось всё-таки у общественников города, наверное, как-то объединиться, создать нечто единое. Каждый пытается работать самостоятельно, но тем не менее мы помогаем друг другу. когда едет Олег куда-то, мы загружаем его машину, организует там 39-я сотня звонит, что их знакомый что-то везёт. Мы загружаем машину, делим то, что у нас собрано, мы делим, потому что не важно кто организовал, важно куда это попадёт и кому мы этим поможем. Вы загружаете машину всего? Прежде всего мы связываемся, с руководством, кто это выясняем. Буквально позавчера была ситуация, когда звонят наши ребята, это по-моему 30, 93-я бригада ехали домой на попытку буквально на 2 дня и у них закончился бензин где-то за кривым рогом. Они нашли через АКС, связались с ними своих знакомых, АКС вышел на нас. Они проверили эти машины в Днепропетровске, что это действительно не мошенничество какое-то, а что 2 микроавтобуса остались без бензина. Мы на их карту перечислили 1000 гривен для того, чтобы они могли доехать до следующего пункта, где их там подзаправили. но любая помощь вот если она нужна, мы проверяем ее. Просто так кому-то деньги, конечно же, но мы помогаем всем. Можно насчет того, что сколько криворожан и где как бы не стоит такой вопрос именно криворог помочь криворожану. Там, где есть наши криворожане, там и остальные из других городов и областей. Так же самое мы их не будем делить никогда, что вы там с Харькова, а мы с Криворога. Все отправляются, вот есть там три человека, три капитана, переброшенные были с 93-й батальона, бригада, не помню точно с какого батальона, были перекинуты в 51-ю и у них есть свои подчиненные. И вот они попросили там это проявещик, которые футболки, рации, бронежилеты, сигареты, батарейки, трусы, носки, как бы очки тактические, противоосколочные. Мы будем поставлять не только трех экземпляров, не трех капитанов наших, а будем поставлять, насколько они будут пытаться. Насколько у нас будет финансовая будет. Ну и я в завершение, конечно же, хотела бы обратиться к Криворожану. Пожалуйста, оттого, как мы сейчас будем активны, оттого, насколько мы не будем закрываться в той раковине, якобы у нас все хорошо и у нас ничего не происходит, в городе тихо, спокойно, и значит везде тихо, спокойно. Нет, в стране беда. Давайте это осознаем, и давайте все вместе выходить из этой беды, помогать друг другу. Сейчас наши защитники, это солдаты, это наша армия. И давайте не ждать очередной беды, которая приведет нас на Майдан, и где мы будем сбрасываться деньгами. Давайте попробуем предотвратить лишние смерти. Давайте помогать. Спасибо. Продолжение следует...